На очередном заседании постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту под председательством Екатерины Упоровой был рассмотрен 21 вопрос и первые рассмотренные депутатской комиссией вопрос об утверждении порядка сообщения лицом, замещающим муниципальную должность Артемовского городского округа и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Артемовского городского округа, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации выкупа и зачисления средств, вырученных от его реализации. Заведующая делом организации и обеспечения деятельности администрации Артемовского городского округа Дарья Мальченко пояснила депутатам суть данного вопроса. У нас был порядок ранее, принятый, в 2014 году, номер 507. Там был порядок сообщения лицом, занимающим муниципальную должность и муниципальными служащими. Сейчас мы его признаем утратившим силу, разработали новый. Почему сделали новый? Потому что если носить старый, получается очень много изменений. У нас муниципальные должности сейчас три. В связи с реорганизацией, мы с комитетом управления муниципальным имуществом реорганизованы. Сейчас мы с управлением муниципальным имуществом. Поэтому разработали новый. После долгих выяснений алгоритма действий в данной ситуации, члены депутатской комиссии рекомендовали отправить вопрос на рассмотрение Думы. Также по единогласному решению депутатской комиссии на рассмотрение Думы были направлены вопросы о внесении изменений в положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Артемовского городского округа и в положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы АГО. Целый блок вопросов, рассматриваемых членами депутатской комиссии по местному самоуправлению, был посвящен утверждению старост в населенных пунктах Артемовского городского округа. Так предлагалось утвердить Фарита Галеева, старостой поселка Березники, Светлану Малых, старостой поселка Кислянка, Яну Лукину, старостой деревни Бучино, Александра Волкова, старостой деревни Родники, Татьяну Алькову, старостой села Липино, Любовь Серову, старостой деревни Луговая и Курбангалея Бадамшина, старостой деревни Лисава. Каждому из кандидатов была дана характеристика от председателя Думы Владимира Арсенова и все вопросы, касающиеся кандидатов, в старосты внесены на рассмотрение Артемовской Думы. Также на рассмотрение Думы был внесен вопрос о кандидатуре депутата, который будет направлен для работы в Координационный совет по оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Артемовского городского округа. В заключении заседания члены депутатской комиссии рассмотрели ряд вопросов о ходе выполнения решений Думы по официальным запросам артемовских депутатов. Один из депутатских запросов касался благоустройства дворов и дворовых проездов по улице Первомайской. Много разговоров было по поводу, потому как земляна, в которой находится 55-й дом и многие другие дома, как оказалось, не является муниципальной. История эта берет свое начало в далеком 55-м году прошлого столетия. В 55-м году наш завод взял под строительство этот участок и он взял его весь. 51-й, 55-й, 53-й дом, Лермонтова, эти дома. Например, здесь строительный материал у них площадка была. То есть они не оказывались от этой земли. Они содержали эти дома, они были в ведомстве до тогда. Все потом передали, и эти земли, МКД, объекты, которые строили. Они дома передачи, соответственно, по угодно и земля, без земельного участка земля. А население-то оно что живет, не знает, чья земля, кому она принадлежит. Зимой наше содержание просто зимнее, вот взять опять, начнется жалоба. Нас чистят, и тут не чистят, через дом, получается. Данный вопрос перенесен на следующее заседание депутатской комиссии с приглашением депутата автора запроса с целью прояснения сложившейся ситуации.